В третье воскресенье июня в России традиционно отмечают День медицинского работника. Сегодня, в канун профессионального праздника во Дворце культуры Черкеска, чествовали специалистов, которые ежедневно находятся на страже здоровья населения республики. Подробности у Артура Мхце. Если однажды кто-то решит снять фильм о верности профессии врача, сценаристам точно не помешает познакомиться с биографией этой женщины. Общий стаж педиатра городской поликлиники Эммы Идрисовны порядка 60 лет. Начинала она медицинскую деятельность в Киргизии, находясь в депортации вместе со своим народом. В 1958-м переехала на историческую родину своих предков в Карачаево-Черкесию, где продолжила развиваться как специалист. С 1970-го года и по сегодняшний день я работаю в детской поликлинике. За это время было 18 лет в станции скорой помощи. И все эти годы я была участковым врачом 9-го участка. Во время проходившего во Дворце культуры Черкеска торжественного мероприятия в честь тружеников сферы здравоохранения была отмечена и верность Эммы Идрисовны своей профессии. Главой республики ей присвоено звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесии». В этот день в адрес врачей, медицинских сестер, специалистов других профилей в медучреждениях было озвучено немало официальных поздравлений и добрых слов об их заботе о здоровье населения. Мне выпала сегодня почетная миссия поздравить вас и вручить награды от имени главы Карачаево-Черкесской республики и от правительства наших дорогих врачей, которые отверженно стоят в наших лечебных учреждениях и лечат наших граждан. В этот день я сам родился и вырос в семье медика, и я лично знаю, какой неимоверный труд лежит на ваших плечах. В числе тех, кто в этот день выходил на сцену, чтобы получить заслуженную награду, Ильоза Кийкова, немало лет работающая операционной медсестрой на станции переливания крови. Приходят доноры с утра помочь людям. Они всегда у нас, как говорится, очень такие добрые, сами зов крови. Мы уже их знаем очень хорошо, как своих родных. До пандемии о людях этой профессии вспоминали крайне редко, да и торжества проходили относительно обыденно. Но именно борьба с коронавирусом за здоровье и жизни людей показала реальную значимость специалистов в белых халатах. Им и были посвящены звучавшие в этот день со сцены музыкальные произведения. Артур Мухцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаев, Черкесия.